Мои дорогие, рада вас приветствовать на нашем канале Вита Виртус. И у меня для вас небольшое вступление, небольшой подарок. А может и даже большой, огромный, потрясающий подарок. С помощью карт Таро я научилась эту жизнь видеть по-другому. Ну и с помощью, конечно, других практик, других знаний, навыков. И, конечно же, я на неё сейчас смотрю глубоко и всесторонне. И моя миссия состоит в том, чтобы помочь каждой обрести себя через взгляд на свою жизнь совершенно по-другому. Моё предназначение – это помочь людям менять своё сознание в лучшую сторону. Ну, нет такого понятия, как лучше и худше, это, наверное, неправильно будет сказать. Но найти себя, помочь каждому человеку, который хочет и ищет, и обращается ко мне за помощью, я всегда стараюсь это сделать. Обрести себя, научиться смотреть на жизнь совершенно по-другому, научиться смотреть на себя совершенно по-другому. Я занимаюсь этими вещами десятилетия, картами Таро. Я занимаюсь уже более 10 лет и не собираюсь останавливаться, потому что это простейший инструмент, но глубочайший, в котором заложены древнейшие знания, и которые мы просто обязаны использовать в своей жизни. Просто грех не пользоваться таким потрясающим, волшебным, доступным инструментом. Я подготовила для вас особый подарок. Это три бесплатных урока, в которых я расскажу, как с помощью моего уникального метода погружения в ваше мышление через карты вы можете изменить свою собственную жизнь. Вы сможете обрести здоровье и крепкие отношения. Вы сможете раскрыть свой потенциал и понять своё предназначение. Поймёте, какое именно занятие будет приносить вам высокий доход. И самое важное, вы научитесь получать удовольствие от своего жизненного пути. То есть вы будете кайфовать от этой жизни, будете проживать её в удовольствии. Это три базовых простейших урока. Но уже в них я научу вас заглядывать в самые дальние-дальние уголки вашего подсознания и находить ответы абсолютно на все вопросы. Эти уроки подойдут абсолютно всем – и начинающим, и погружённым. Кто-то услышит для себя обязательно что-то важное. Даже подойдут тем, кто вообще никогда не интересовался и не пытался разобраться в этих глубоких знаниях, ну или просто в картах Таро. Уроки будут доступны ровно три дня, и первые 50 зарегистрировавших участников получат подарки. Только первые 50 человек получат ещё дополнительные подарки, о котором вы узнаете в конце, если пройдёте уроки до конца. Прямо под этим видео в описании вы сможете найти ссылку на регистрацию и перейти и забрать свой бесплатный курс. Не упустить момент, сделать свою жизнь лучше и стать тем, кем вы всегда мечтали быть. А пусть ваш путь будет наполнен любовью, счастьем и чудесами. Мы есть то, во что мы верим. Наш внутренний мир – это отражение нашего внешнего. Либо по-другому можно сказать, то, что мы имеем снаружи, это, как правило, всегда проявление нашего богатого внутреннего мира. До встречи на курсе. Ну и, конечно же, переходим к нашему видео, к нашему раскладу, который вы все очень долго ждали. Поехали. Итак, начнём. Один из самых ваших любимых раскладов. Мы посмотрим, что у загаданного человека происходит в жизни, что его интересует, что его окружает, что у него там в доме, вне дома, что у него на сердце, под сердце. Это шутка. Что он планирует, что его беспокоит, с кем он разговаривает, с кем он общается и так далее. Как пойдёт. Я думаю, кто у меня на канале не первый раз, вы уже этот расклад знаете, вы его очень любите и, надеюсь, ждёте. Ну что, как обычно, три варианта. Первый, второй и третий вариант. Можете выбирать колоду, можете выбирать номер. Первый вариант на вашей любимой колоде «Царь». Опять же, повторюсь, это не иконы. Это картины византийской эпохи, которые, возможно, вошли в дальнейшем в иконопись, либо передают каким-то образом иконопись, но изначально это картины византийской эпохи на тему религиозную, на тему христианства. Висконти Таро, старая древняя колода, одна из самых первых, и Клим Таро. Колода создана по мотивам работ художника Климта. Поэтому выбираем колода «Царь», Висконти Таро и Клим Таро. Всё это, если вам интересно, марсельская Таро. Мы в нашей академии изучаем карты таким образом, что вы сможете работать и на французской системе Таро, и на английской системе Таро. Французская система – это марсельская Таро, английская система – это вейт. Итак, первый, второй и третий вариант. Загадывайте. Если вам нужно больше времени, ставим на паузу. Начнём. Подумайте о своём загаданном человеке. Настройтесь на него. Тяжело ему сейчас. Причём хочет один всё потянуть, а у одного не получится, он не привык у вас один работать. И тянуть всё на себе. Если вы хотите также научиться читать карты, не заучивая их, не запоминая их, а проживая их, чувствуя их и разговаривая с ними, то добро пожаловать на наш бесплатный урок, серия бесплатных уроков для начинающих. Так, ой, ой, хочется власти ему, хочется… Слушайте, у нас такой император-одиночка, который не справляется с своими обязанностями, с своими возможностями. Хочется славы, хочется статуса, амбиции большие, а сам научится полагаться на людей, потому что сам, видимо, не справляется. Сложная ситуация. Итак, что происходит в жизни у загаданного человека в настоящий момент? Стивно, человек хочет открыть дороги, хочет больших возможностей, хочет большого развития. У него ничего не получается. У него сейчас такой момент, когда он в неком таком, как в скорлупе, как на карантине. Никому не интересен, никто его не видит, никто его не замечает. Жизнь остановилась, жизнь в паузе. Может быть, стресс, может быть, у него в ближайшее время скоро день рождения, потому что энергия может быть на нуле. Такое часто бывает за месяц, либо в течение месяца до дня рождения. Тоже может проигрываться, потому что у него поток энергии остановился. Все ушло в паузу, в такую стагнацию. А ему хочется бежать вперед. А его все сдерживает, ограничивает. Говорит, подожди, подожди, давай посидим еще тут. Мы тебя бережем, мы тебя охраняем. Будет сейчас метаться человек, потому что такая интересная ситуация. Очень много будет разговоров о личной жизни и о правильном выборе семьи, отношений. О правильном выборе десятка кубков. Цветка кубков – это может быть и про любовь к семье, потому что не знаю, кого вы смотрите. Смотрите, что ближе к вашему загаданному человеку. Потому что он будет искать правильный выбор. Куда, на кого опереться. На любимых людей, либо на партнеров. Кто есть моя семья? Кто есть истинно твоя семья? Но он отшельник. Я не скажу, что женщина – его истинная семья. У него женщина ассоциируется только с заботой и комфортом. То есть тот человек, который дарит ему заботу и комфорт. Это не всегда даже может быть его женщина-жена, это может быть и мать, и сестра. То есть женщина, несущая уют и комфорт, которая будет суетиться и хлопотать вокруг него. Потому что она у него стоит в позиции заботы. Не в позиции любви, как женщины, пары моей. У него сейчас будут одолевать его такие мысли. Что для меня важнее в жизни? Кто для меня важнее в жизни? Он сам понимает, что он одиночка, он отшельник. Он сам понимает, что он хочет идти своим каким-то путем индивидуальным. Но вот без женской заботы ему тяжело. Поэтому такие люди очень часто могут жить одни, но встречаться с кем-то ради того, чтобы ему было комфортно и удобно. Либо поддерживать тесные отношения с близкими родственниками по семье. Потому что сейчас такой выбор, кто есть моя семья, я не знаю. Я же по жизни один. Что у него на личном фронте, что у него в личной жизни в настоящий момент. Бегает он постоянно где-то. Строит у себя императора, потому что человеку хочется показывать себя очень успешным, очень классным, очень самодостаточным. Знакомств очень много, знакомства новые. Скорее всего, он это делает. Почему? Потому что каждый раз он показывает себя в качестве императора. Потом, возможно, ему уже не хватает этих возможностей, потому что знакомств много. И знакомства по шуту, они как бы несерьезные. Он что-то продолжительное не ищет. Он это объясняет тем, что он вот такой вот император-одиночка. Мужчина самодостаточный, мужчина уверенный в себе, но не заинтересованный в чем-то серьезном. Если рядом с ним женщина сейчас, ну, давайте так, даже если вы на него смотрите, он сам не понимает, у него тупик в этом вопросе. Это вообще вопрос для него конфликтный. Когда мы задаем ему вопрос, у него возникает внутренний конфликт. Он сразу такой, я же мужчина, я же что, я евнух, я не евнух, я встречаюсь, рыцарь кубков, я общаюсь. Но отношений у него как таковых серьезных нет. Только жезлов-семерка жезлов. У него либо все переходит в конфликтную ситуацию, либо у человека действительно это будет либо на уровне страха, либо на уровне его внутреннего такого конфликта, с которым он будет справляться всю жизнь. Это его некое такое клеши. Короче, обычным языком это какие-то грабли, на которые он наступает постоянно, но не меняет сценарий. Да, он будет показывать, что он такой вот одиночка, который вроде бы ищет семью, близких, родных, но он ищет не семью, он ищет не любовь, он ищет заботу о себе, комфорт. Я такой весь классный, независимый, любите меня. Очень активный, очень активно общается, знакомится, очень любит пообщаться, поговорить. Но все это упирается в конфликт, поэтому если вы сейчас не вместе, если вы, допустим, сейчас не общаетесь, вы не переживаете, вряд ли этот человек найдет скоро какие-то отношения серьезные, потому что он, в принципе, не намерен, у него заблокирована энергия, она у него в конфликте с ним же самим. Энергия, когда мужчина идет навстречу к женщине с любовью, у него там стопор, то есть у него там не проработано. Так, ну давайте покопаемся в его чувствах, мыслях. Что у него на сердце? Вам, наверное, интересно, что к вам. Давайте посмотрим, что вообще у него, о чем у него сердце болит или о ком у него сердце болит. Если жена, то о жене, ну, здесь как бы кровные узы. Жена – это не кровный родственник, к сожалению. Жена и муж – это, шутка, кстати, от мамы и от бабушки, муж – это не родственник. Так вот, императрица по крови – это мать, скорее всего. Причем за ее стабильность, за ее, ну, либо какая-то женщина взрослая, которая волнует его в качестве материальной стабильности, жизненной стабильности. Есть там близкая такая связь с женой. Ну, я, честно, в самом начале вам сказала, что это мужчина-одиночка. Поэтому это какая-то женщина старше его, может быть, мать, может быть, родственник по крови, за которого он переживает, чтобы у этого человека было все-все-все в порядке. Бабушка, мама, сестра, тетя по узам семейным. Родовой линии. Жена – это как бы семья, но дети уже по родовой линии. Эзотерики тут немножко, ну, вот, я думаю, вы меня, Синек, уже продвинутые, в этом плане понимаете, о чем я говорю. Что у него на сердце к вам? Ой, прям активно вспоминает. Приехать к вам хочет. Приехать к вам хочет. По смерти. Понимаете, вот как он хочет к вам приехать? На сердце у него дорога, которая все изменит. Он считает, что когда он хочет с вами какой-то стабильности, стабильности на расстоянии, но изменить общение. Вот роль, роли поменять, энергию между вами поменять. И все это должно произойти каким-то таким естественным способом. Что еще на сердце к вам? Ну, любовь-то понятно. С любовью у нас проблема, мы не умеем любить. Любовь для нас – это что-то очень тяжелое, мы себя теряем, поэтому мужчина никогда не признается в том, что у него есть к вам чувства. Но он хочет выстроить некую такую стабильность. Понимаете, здесь такое сочетание, когда вы являетесь для него женщиной, которая дает ему энергию перерождения. То есть он вас ищет тишину и спокойствие, он вас ищет тихие берега, тихую гавань. Стабильность, которая будет у него ассоциируется. Вот здесь у меня стабильность, здесь у меня все как-то спокойно. Здесь меня любят и ждут, и здесь карта трансформации – это еще и перерождение. Это когда восстаешь из пепла. Сердце у него, что ассоциация какая? Когда я с тобой, у меня все стабильно, у меня все замечательно. Чувства есть, вы тут не переживайте. Другой вопрос, что он к чувствам относится очень как-то несерьезно. Он пытается этого избегать, он пытается это нивелировать, он пытается это как-то делать не таким важным и серьезным в своей жизни. То есть снижать значимость чувств в жизни своей. Почему? Потому что тяжело это тащить на себе. Для него любовь – это непосильная ноша. Она от него требует очень много ресурсов. Потому что любовь – это умение отдавать, конечно. Тут у него проблемы с этим. Так, а что у него в надеждах по отношению к вам? Что вы ему поможете? Что вы каким-то образом сами пойдете к нему навстречу, от вас будет некая помощь. Но помощь не… Обратите внимание, здесь не помощь в действии. Здесь надо бежать, звонить, писать ему. Это вот как ваше проявление любви, он почувствует эту любовь как королева кубков. Там все понятно интуитивно, там все понятно о вашей энергетике. То есть вы его любите, вы его ждете, он это почувствует, он знает. Вот до поры, до времени, пока вы его любите и ждете, тут опять же не ожидание. Здесь четверка мечей – это такая карта, когда мы не ждем человека, а мы ждем подходящего момента. Потому что вы тоже понимаете, что сейчас, возможно, вам и не нужны с ним какие-то правильные отношения. Первый вариант, девочки, у вас здесь отношения, вы не вместе. Может быть, вы даже и в партнерстве, но вы не вместе, здесь отшейник император, который сам по себе. Он никогда не признает и не скажет, что он в отношениях. Он будет с вами встречаться три года, но он будет говорить, что он свободный. Это вот такой типаж человека, психотип человека. То, о чем он сейчас хлопочет в настоящий момент. Проблемы у него какие-то, проблемы, связанные с его жизненной стабильностью. Опять же, человек с большим эго, человек, очень любящий себя, может быть, в чем-то нарцисс, но у него сейчас с этим проблемы. Проблема, возможно, с известностью, проблема с тем, что на него обращают внимание, его замечают. Потому что солнце и рыцарь Пентакли, возможно, у него работа, возможно, жизнь его связана с тем, что чем больше он светит, чем больше он коммуницирует, общается, тем стабильнее у него все в жизни происходит. И у него, получается, хлопоты о том, что у него сейчас нет просвета, вот нет этой постоянной жизненной энергии. Потому что солнце – это постоянная жизненная энергия, энергия жизни, счастья, денег. И она должна быть стабильной. Стабильности нет. Постоянного поступления нет. То есть его больше волнуют вопросы какие-то касательно того, чтобы жизнь стала стабильной, чтобы он получал какие-то ресурсы, и он был постоянно на виду. Для него это очень важно. Потому что, ну, может быть, он у вас там блогер, может, у вас какая-то известная личность, может, он просто занимает руководящую должность. Но его стабильность зависит от того, что он постоянно находится в центре внимания. Сейчас с этим проблемы. Что его интересует в настоящий момент? Какие-то документы, какое-то очень правильное решение. Причем подписывать его будут женщины. Это по бизнесу. Ну, если у вас мужчина женат официально, так могут проигрываться разводы. Это может быть адвокат, либо бывшая жена. Иногда бывает мать. Но давайте так, если у вас там трудяга, известная личность, тогда это все-таки будет проигрываться, как важные договора, связанные с его материальным, с чем-то материальным, с его бизнесом. Какие-то проекты. Он ничего там не понимает. Ему нужен человек, который будет его консультировать и направлять куда-то. Если он у вас обычный простой парень, который живет обычной жизнью, никуда не лезет какую-то известность и развитие материальное, тогда здесь будет действительно проигрываться как бывшая жена, либо мать. И здесь кто-то болеет у него. И тут могут подписываться завещания, еще что-то касательно... То есть какие-то документы касательно каких-то денег. Может, он там кому-то что-то в дарственной пишет или какие-то документы, или какие-то договора заключает. Может, ипотеку берет. Ну, здесь все... Вот не знаю, про ипотеку тоже не скажу. Какие-то договора, связанные с финансами. Но если он у вас женат и не живет с женой, тогда это может быть... Так, действительно, они решили что-то поделить. Это связано с имуществом. Имущественные вопросы. Ну, давайте посмотрим, что все-таки в его любви. Кому сейчас... В сторону кого направлены его чувства. Ну, здесь не чувства. Здесь больше страсти, огонь, сексуальное влечение. По повешенному какие-то любовные, романтические связи. Может встречаться с женщинами несвободными. Короткие связи, основанные на сексе. То есть в прямом переносном смысле любовь... Ну, здесь какая здесь любовь? Вы же понимаете, что это не про глубокие чувства. Это про страсть, про огонь. То есть ему легче идти в такую поверхностную любовь. Он называет любовью. Но по повешенному это деструктивные отношения, когда женщины жертвуют собой ради этих отношений. Либо это отношение изначально с третьими участниками. Почему это может быть? Потому что он может встречаться одновременно с несколькими женщинами. Понимаете теперь? Поэтому он может испытывать чувства женщины, которые испытывают просто страсть и огонь. И он будет называть это любовью. С кем он общается и коммуницирует? Ну, у него такое тесное общение с кем-то. У него есть пару близких, наверное, людей, друзей, с которыми он может спокойно разговаривать, делиться своими тайнами, делиться своими какими-то проблемами. Но в настоящий момент, кстати, у него давно уже нет общения с этими людьми. Там один-два человека, не больше. Да, такие некие мудрые люди, с которыми он постоянно советуется. Как наставники. Такие, может быть, старшие друзья, с которыми он может советоваться получать какую-то мудрость. Какие у вас перспективы канву событий на ближайшие три месяца? А с того момента, как вы тогда увидели этот расклад с этим человеком, дьяволом. Тут нужно дальше не смотреть все, что у вас может быть. Это действительно, если дьявол сыграет такую шутку, потому что это мощная, непредсказуемая энергия, связанная с удовольствиями, и все это будет очень неожиданно. Тут может проиграться сексуальные взаимоотношения, здесь может проиграться постель, здесь могут проиграться безумные сексуальные желания, связанные с удовольствием. Причем такой момент непредсказуемости. Здесь вы это не сможете запланировать. То есть если это произойдет, то это произойдет каким-то образом. То есть от вас это не зависит, и от него это не зависит. Возможно, кто-то что-то передаст, возможно, кто-то что-то скажет. Здесь какую-то роль сыграет другой человек, мужчина. Возможно, будет разговор о вас. Либо у вас, либо у него, потому что здесь может у вас быть спонтанное что-то такое, связанное с радостью, с удовольствием, застольем, со встречами, с праздником. Но это зависит не от вас. Бывает иногда проигрывается, когда очень страстный, эмоциональный разговор, и вам его передают, потому что здесь участвует другой человек. Ипажи. Давайте так, что я могу предположить? Если это не будет личная встреча с вами, связанная с удовольствием, это будет из серии, когда вам могут передать, что вот он говорил, что лучшее удовольствие, лучше секс, лучшая радость, или ревность сумасшедшая была только с вами. И вы это очень эмоционально прочувствуете, потому что это прям как проживете наяву. Такое тоже может быть, потому что это общий расклад. Вот такой вот первый вариант, мои хорошие, но его в настоящий момент очень волнует его будущее, его развитие. Очень, вот в ближайшее время будет очень много говорить о вас. И это будут мужчины. С мужчинами будет очень много разговаривать о вас. Именно те, которые вас знают. У вас должны быть какие-то общие знакомые. Второй вариант, второй вариант, мои хорошие, подумайте о своем загаданном человеке, настройтесь на него. И еще раз напоминаю, в начале видео я вам рассказывала о том, что если вы хотите научиться также проживать карты, не заучивать их, не зазубривать их, а увидеть сквозь эти карты, то у нас есть серия бесплатных уроков. Ой, Луна, конечно, у вас с интуиция и все в порядке. Конечно, хотите. то у вас есть такая возможность. Я записала для вас серию бесплатных уроков. Итак, второй вариант. Что у вас сдували? Подумайте, пожалуйста, о загаданном человеке. Спортсмен у вас какой-то. Так, выпал мужчина, король мечей. Мужчина не эмоциональный, либо мужчина в форме. Что у нас по королям мечей? Начинает с спортсменов, военных, заканчивая людей, работающих. То есть врачи там у нас, и юристы, и адвокаты, и судьи. Все люди, которые исполняют какой-то долг, да, дают там клятву Гиппократу. То есть это люди долга. Они делают в жизни что-то, вот почему? Потому что это мой долг. Ну, это может быть где угодно, не только в этой сфере, о которой я сказала. Так, сейчас вот у меня как-то справедливость. Нет, не развод, не семья. Окей, интересно. Так, а что у вас за отношения? У вас новое знакомство, ребят мои дорогие. Очень неожиданное. Ну, куда это вы там ездили? Хорошо проиграется второй вариант. Либо знакомство на расстоянии, либо знакомство в поездке, либо просто спонтанное знакомство. Где-то проезжала, когда-то заезжала, там курортный роман, либо куда-то ездила. Неожиданное новое знакомство, причем как-то у мужчины какая-то прям истерика. Так, до поры до времени вы ждете встречи. Отношения честные. Вот вы как-то, вот как на духу изначально, никто тут ничего не придумал. Вы все знаете прекрасно друг о друге. Единственное, что у вас некие ограничения, вы не можете сейчас полноценно общаться. Есть какой-то конфликт, и, кстати, не вы, а мужчина очень сильно переживает, потому что здесь мужчина в иллюзиях, и у мужчины истерика, потому что он в иллюзиях, что он для вас не авторитет, он для вас не совсем тот человек, который, ну как бы у него вообще страх, что он вас не зацепил. Очень, если не ваш вариант, просто возьмите другой, либо посмотрите другое видео, у нас на эту тематику очень много других видео, но здесь проигрывается новое знакомство, причем по справедливости. Это одна из карт судьбы, одна из карт кармических таких вот моментов, когда нам судьба подкидывает какие-то уроки. Урок несложный, урок связан просто с тем, чтобы проработать энергию кубковую, эмоциональную, как показать вам, как женщине, что вы интересны, что вы излучаете любовь, сексуальную энергию, и к вам идут люди. Интересные такие арканы, как на развитие, это ваше знакомство с ним, больше даже не на отношения, сейчас посмотрим, что может быть, больше как на развитие женщины, чтобы вы поняли, что навстречу вам идут мужчины, просто как бы встречаете, обращайте на это внимание. Что у загаданного мужчины в настоящий момент происходит в жизни? Он у вас в тоске, он у вас, кстати, очень долго будет в этом состоянии. Еще раз повторюсь, мужчина очень сильно переживает, что он вас не впечатлил, что он не произвел впечатление победителя самца, героя, любовника, потому что он очень хотел быть для вас героем-любовником, он там себя чуть-чуть нафантазировал, уже насочинял, его это очень сильно волнует. Но у него идет, ее прям как на развитие, усиливаются, усиливаются, усиливаются какие-то переживания, грусть, тоска. Причем с таким самобичеванием сам дурак. Сам дурак здесь что-то не успел, что-то не доделал, мог бы, но не сделал. И как он будет себя вести? Он будет бороться с этими чувствами, он будет бороться, делать вид, что он такой крутой, независимый, авторитетный, для него это не важно, но человек борется с чувствами. Вот вы сердцеедка. Но он не будет этого показывать, потому что у мужчин идет борьба из позиции «я такой весь самодостаточный, я такой весь крутой, я вообще держу ситуацию под контролем». И он будет бороться с этими эмоциями, чувствами. Хорошо. Что он думает о вас в настоящий момент? Да что ж вы с мужчиной-то делаете? Он живет воспоминаниями прошлого, он живет чувствами прошлого, сердце разбито, у вас пауза, вы ему не отвечаете, или не знаю, что у вас там. Потому что что у него в мыслях? Что он завис, вы его очень сильно зацепили, ему очень плохо, и он живет прошлым, он живет какими-то эмоциями из прошлого. Но он этого не показывает. Здесь страдание на страдание, страдание на страдание. Причем бытовая какая-то история, не судьбоносная. Вам, мужчина, пришел только для того, чтобы показать, насколько вы излучаете вот эту вот энергию женственности, кубковости. Хотя вы сама по себе очень строгая такая женщина, очень деловая, живущая мозгами, живущая логикой. Вам прям показали, насколько вам самой решительно подводите Пентакли, насколько вам это нужно. Подстроиться под эти энергии. Вы все это умеете настраивать. А мужчина цепануло, и он, не знаю, даже как по-другому сказать, потому что прям реально зацепило, но он не может это показывать, потому что он считает себя очень каким-нибудь мужчиной неэмоциональным, самодостаточным, уверенным в себе и так далее. Что у него на сердце? Вообще, вот не к вам, а вообще, что у него сейчас на сердце? О чем сердце у него болит? О, боже, влюбленная луна. Так, как вам что? Да сейчас все объясню. Король кубкова, мужчина влюбился. Мужчина неженатый, все, жизнь зашла в тупик, куда теперь дальше двигаться, не знаю. Таких женщин больше нет, а вы все-таки луна влюбленная, вот у меня ведьмочка. Женщина самодостаточная, красивая. Что у него на сердце? Девятка Пентакли. Самоуверенная, независимая, самодостаточная девушка, живущая в удовольствии, наслаждающаяся жизнью, которая понимает в женских энергиях влюбленная луна, которая, ну здесь вы мужчинам действительно сердце разбиваете. Может быть вы не такая, может у меня такое ощущение, как будто вы этого не понимаете даже. А что у него к вам? Король кубков от шейни. То есть я влюбился, я понимаю, что теперь я буду искать свой путь, который я не знаю где, жизнь зашла в тупик, мой путь зашел в тупик. То есть вы влюбили в себя, ну или в процессе у вас все происходит, потому что опять же у него нету никого. У него жизнь остановилась, потому что, ну как бы после вас жизнь теперь не будет прежней. У него зависимость от вас сформировалась, романтическая. Как он это все переживает? Ну ничего, вот переживать, любить. Женщина очень сильная, женщина очень, то есть он четко понимает, что он влюбился в женщину, туз кубков, королевы жезлов, десятка жезлов. Женщина, с которой ему будет тяжело. Он четко понимает, что он испытывает чувства к сильной женщине, которая делает то, что хочет делать. Он четко понимает, что он здесь ничего не решает. То есть если он привык вести себя из серии вижу цель, не вижу препятствий, мне это нужно, я это получаю. Здесь он четко осознает, что будет тяжело. Хорошо. Кто его в настоящий момент окружает? Да никто, он ни с кем не общается, повешенный, в потерянном состоянии, мужчина. Ни с кем не общается, ни с кем не разговаривает, все вокруг ложь, все вокруг обман, смотрит какие-то возможные видео, потому что ищет способы, как из этого подвешенного состояния выходят люди другим способом. Вот понимаете, что-то пришло в его жизнь такое, что никогда не было. Женщина, которая его победила. Женщина, которая положила на лопатки. Что в настоящий момент его интересует? Обалдеть. Даже не знаю, как трактовать, потому что старшие арканы это вообще смысл жизни, это вы разрушили все его ценности. То есть у мужчины были определенные понятия по жизни. И сейчас вы все это перевернули. У него в жизни началась какая-то трансформация, которая, ну, которой человек был не готов. Она произошла у него очень неожиданно. Причем трансформируется все. Отношение к жизни, отношение к любви, отношение к мирозданию. Это будут общие все принципы и понятия о жизни. Даже о семье это понятно. В чем сильнее всего вы оказали на него влияние? Цели. Его цели и материальная стабильность. Мужчина здесь сейчас захочет добиться какого-то успеха. Большого успеха. Хорошо. А что он планирует по отношению к вам? Он будет вам писать постоянно. Он хочет вернуть ситуацию обратно. Он безумно по вам скучает. Он считает, что вы пропали из его жизни, вы с возможностью вернуться. И он хочет опять вернуть эти эмоции, опять вернуть эти чувства. Он вам будет периодически писать, даже если вы не будете отвечать. Плюс рассчитывать на какую-то удачу. Что сейчас в настоящий момент его интересует больше всего? Господи, секс, удовольствие. У него фантазии сексуальные, ежедневные. Касательно вас. Хорошо. Какие у вас перспективы с этим мужчиной? Женщина решает. Женщина здесь главный манипулятор. Женщина здесь эстротека, тактик. Вы здесь победители. На самом деле, как вы захотите, так и будет. Мужчина полностью ваш. Он этого не показывает. Он об этом не будет вам говорить. Он будет писать какие-то нейтральные вещи, случайные такие. Ну, и все ли как-то там. Ну, и так далее. Но здесь вы решаете. А что вы хотите с этим мужчиной? Вы сами не знаете, чего вы хотите. Вы про него ничего толком не знаете. Знакомство в поездке. То есть для того, чтобы что-то узнать, нужно двигаться туда. Вы находитесь на расстоянии сейчас. Здесь должны быть какие-то разговоры, чтобы из него получать еще какую-то информацию. Но у вас здесь все по-честному. Здесь ничего не скрывается. Здесь все как по правде. Прямо как на духу. Но здесь на самом деле... Вот знаете, вот такое сочетание. Хотите любовных отношений? Любовные отношения. Хотите пойти в семью? Идите в семью. Здесь мужчина... Это называется сексуальная такая, безумная сексуальная привязка, потому что вы у него ассоциируетесь с самым главным удовольствием в его жизни. И он сейчас в таком состоянии, что он реально готов на все, лишь бы вот эта вот сексуальная, яркая, эмоциональная энергия в удовольствии была рядом с ним. Для чего он вам дан? Ну, это то, что я вначале сказала. Показать, что вы готовы к любому союзу. За вами только решайте. Вы должны это осознавать, что это зависит не от мужчин, это зависит от того, какую энергию вы будете транслировать в пространство. Вам реально мироздание просто показало, какая вы женщина. И вот именно потому, что вы не были заинтересованы изначально, вы холодны были по справедливости. Вот у вас отношения, фундамент отношения, вы холодны, вы там королева мечей. Поэтому, возможно, вы его так и зацепили, потому что вы не были глубоко заинтересованы и не пошли сразу в эту активную позицию давать мужчине любовь. Эта встреча вас учит принимать правильные решения и выбирать правильные приоритеты. Второй вариант, он с открытыми возможностями. Он очень вариабелен, очень вариабелен. Вы мужчину сейчас, вы реально можете из него лепить все, что вы хотите. Причем он у вас молодой, ну, достаточно такой 30 плюс-минус. Опять же, всякое может быть. То есть, он еще поддается вашему влиянию и вашему влиянию на этого человека. Такой вот второй вариант. Ой, слушайте еще. Наоборот. Ну, что вы с этим будете делать? Мы считаем, что вы использовать все шансы. Сейчас-то как раз. Ту-спинтакли прочитала. Ну, ту-спинтакли – это как иметь, владеть и никому не отдавать. Хорошо, мои хорошие. Такой был второй вариант. Итак, третий вариант. Что происходит в жизни у загаданного человека? Колода Климп. Колода Климп. Если вы хотите научиться читать карты, у меня для вас есть подарок. Бесплатных три урока, где вы можете понять и освоить карты Таро. Так что, какие вы между вами взаимоотношения? Что между вами в настоящий момент происходит? Ничего не происходит. «Башня и прошлое». Хорошо. Что произошло? Умерла так умерла. Отношения зашли в тупик. Вот такое ощущение, как будто вы смотрите на человека, с кем была ссора. Сказать, что бывший, возможно, не знаю, но здесь в тупике. Пока не знаю, бывший он или нет. Но отношения по башне – это, как правило, что-то разрушенное, что-то уже в прошлом. Возможно, пытаетесь собрать что-то. Любовь была, чувства были. Но сейчас все в какой-то стагнации, и все зашло в тупик. Да, жизнь такая штука, что мы иногда не замечаем, для чего нас куда-то ведут, но достаточно все очень серьезно. Да, многие моменты меняются, но здесь чувства остыли. Хорошо. Что в настоящий момент у этого человека происходит в жизни? В душе боль, страдания. Причем не физическая боль. Такой дискомфорт, внутренняя борьба, сопротивление. Пытается понять, для чего нужна такая судьба. То есть борется с судьбой, борется с происходящими событиями в его жизни. Пытается понять, для чего был дан этот союз. Он, кстати, постоянно может рассуждать и думать об этом союзе, который здесь карта прошлого, ну, есть или был между вами. Что его окружает в настоящий момент? Ну, сказать, что это удовольствие. Удовольствие человек не любит. Ничего ему в настоящий момент не дарит удовольствия, потому что внутренняя такая внешняя тяжесть. Какие-то обычные бытовые моменты его не радуют. Называется вкусняшки. Какие-то, не знаю, вкусная выпивка, вкусная еда, вкусные бытовые какие-то наслаждения не приносят ему радости. Его все это бесит и раздражает. Какие-то благости. Почему? Что в его душе? Вот что в его душевном таком состоянии? Ой, боже, одни старшие арканы. Мир, звезда, пытается понять, как дальше жить, какую сформировать цель. Такое некое бесцельное существование. А кто или что давало ему эту цель? Возможно, дети, возможно, действительно, какие-то долг. Тут очень часто долг. Как это связано с вами? Ну, конечно, королева мечей, король мечей. Да, вы были тем человеком, ради которого, возможно, он что-то делал, потому что у него был долг. Пажи кубков – это может быть сын, дочь, ребенок. Или какие-то действия связаны с тем, что он исполнял какое-то свое предназначение. Здесь такое сомнение. Сам дурак, он сам потерял то, что он имел. На душе у него боли, страдания, тяжесть. Не боли, там не депрессия, а вот какая-то некая тяжесть. Это внутреннее сопротивление, что я делал что-то неправильно. И я в этом, я виноват. Как он настоящий момент относится к вам? Четверки. Ничего не поменялось. У него к вам есть любовь, чувства, но ничего не происходит. Все стабильно. Все как-то в воспоминаниях. Есть какая-то тоска, грусть, переживания. Так, а кем он вам был? Расстояние. Законное отношение на расстоянии, стабильность у какой-то. Причем все по-честному, по справедливости, но расстояние между вами было. Либо это расстояние может быть и на физическом уровне. Вы можете жить в разных городах, в разных странах. А может быть и духовное расстояние. Как вот вы действительно разные совершенно. Избегание каких-то паттернов, либо избегание какого-то союза. И вы как бы на разных берегах. Каждый плывет под своими парусами. Но здесь по справедливости четверка Пентакли все-таки на законных основаниях потеря какого-то имущества, либо какой-то материальной основы. Ну вот что-то между вами было. Ладно, что у него на сердце к вам? Ответственность. Есть Иерафант, семья. Двойка Пентакли. Он, конечно, подстраивается. Дискомфортно ему. Но на сердце у него тишина и спокойствие, что все хорошо. Причем он почему-то уверен в вас. Вы человек очень стабильный, самодостаточный, самостоятельный. Он вас уверен больше, чем в себе. Но все-таки по Иерафанту ответственность, семейная какая-то, духовная ответственность. Обязательства у него какие-то. А что у него на сердце к вам? Запутался он совсем. Тяжело ему. Вы для него женская энергия. Вы для него императрица. Ваш бывший муж что ли? Плохо ему без вас. Он почему-то боится. То ли у вас реально произошло расставание, то ли он так этого боится. Но здесь все прям подошло к тому, что чувства остыли, что отношения зашли в тупик. Хорошо, что у него вообще на сердце? Боль. Боль. Вот он понимает, что то, как у всех, ему не подойдет. Какие-то действия со стороны женщины, которые принесли в его жизнь обман. О чем он в настоящий момент хлопочет? Ему нужна энергия, ему нужны силы для того, чтобы налаживать связи и идти в удачу. Вы ушли из его жизни, получается. Вы не с ним, вы не рядом, и удача отвернулась от него. Об этом он и хлопочет. Он хочет каких-то изменений, он хочет новых связей, он хочет новых контактов, он хочет как-то перевернуть ситуацию. Кто или что в его интересах? Семья, деньги, общение, коммуникации. Блин, все время пожи. Возможно, дети у вас общие. Он хочет налаживать бизнес, он хочет налаживать контакты, он хочет налаживать отношения, он хочет налаживать знакомства. Кто в его любви, кого он любит? Тот, кто находится от него на расстоянии, с кем у него пауза, и нет никаких действий. То есть нет никаких действий, нет никакого взаимодействия, нет никакого участия и находитесь на расстоянии. То есть тот человек, к которому лежат дороги, дальние дороги. И с этим человеком он в настоящий момент не общается. С кем он общается в настоящий момент? решает какие-то болезненные ситуации которые постоянно возникают это возможно общение даже не личное может быть по телефону но основном занимается тем что принимает какие-то решения документы подписывает технические вопросы совершенно разные могут быть совершенно непредвиденные какие-то новые но не конкретно тут не показывают людей из просто решает какие-то вопросы как он видит перспективы с вами здесь все зависит от женщины его понимание женщина самодостаточная защищенная уверенная в себе и в принципе здесь женщина с ярко выраженной мужской энергией по крылью жезлов женщина сама обеспечивает себе стабильность она сама себя защищает такой женщин очень тяжело видеть какие-то перспективы потому что она сама находится под защитой своего собственного характера либо напрямую иногда бывает так что у женщины есть другую мужчину нас безумно ревнует он что-то придумывает сочиняет очень много страхов связанных с вами вы сильная вы самодостаточная яркая вы сексуальная таких мужчины обычно боятся реально почему-то считает что он вас может не потянуть потому что семерка 8 семерка кубков простите это какое-то такое некое эмоциональное препятствие неуверенность в том что я эту энергию смогу вынести на себе вот так он видит ваши перспективы хотел бы быть с вами потому что вы сейчас на расстоянии очень переживает что женщина здесь солнце женщина самодостаточно нужен ли я ей плюс желание женщины материального достатка и солнца женщина светит женщина знает себя женщина проснувшаяся женщина познавшая себя до женщина уже энергетически сильная не факт что женщина захочет быть с ним о чем он мечтает относительно вас он хочет семьи с вами а почему об этом не говорит потому что считает что в настоящий момент удобнее так так будет всем комфортнее так всем удобно и в частности он все перекладывает на женщину женщине так удобно женщина я не потяну женщина самодостаточная рядом женщина должен бы другой мужчина он перекладывает принятие решения на женщину почему маг здесь такая позиция мужчины когда он ждет приглашение он не видит возможности решать этот вопрос он не видит возможности действовать и с манипуляциями него здесь ничего не получится потому что он считает почему-то себя жертвой этих отношениях я не знаю что он просто ждет он находится в режиме ожидания просто ждет и жду как все развернется как получится если вы пойдете к нему навстречу какая реакция будет ну здесь нужно двигаться очень хитро через интуицию даже если вы совершите ну как вы пойдете к нему навстречу да это ускорит развитие ускорит развитие какая-то поездка может быть совместная может быть просто поездка к нему но здесь нужно что-то принести в жертву здесь надо будет действовать как-то очень аккуратно осторожно с помощью интуиции какие-то вещи скрывать пока у вас тоже четкого плана нет и вы не уверены в том что нужно ли вам это какое у вас может быть с ним будущими карта же закончились мужчина потерял материальные материальный достаток он не уверен в своем материале своих материальных ресурсов поэтому здесь может быть разговоры только о любви а он как бы не верит в то что есть эта любовь здесь было какое-то предательство здесь действительно только время только время но на самом деле вы можете все это исправить это в ваших силах и вы это чувствуете вы это понимаете осознаете он не уверен в том что он вам нужен его почему-то кажется что находитесь уже совершенно другом уровне сознания на другом уровне жизни и у него очень много страхов что ничего не получится поэтому мне кажется даже пытаться не будет он просто ждет какого-то приглашения и не уверен даже в том что он ответит на это приглашение очень похоже на долгие отношения и сейчас башня разрыв может быть давно это даже произошло какое-то время прошло но он находится в ожиданиях личной жизни у него нет он ее не строит такое ощущение как будто дожидается наблюдает за вами такой вот вариант 3 до скорых встреч обязательно воспользуйтесь бесплатными уроками и жду вас на следующих видео